Десятки шатров, палаточные городки и площадки для отдыха. Иволга готова принять участников со всей страны и из-за рубежа. В этом году на форуме встретятся более двух тысяч человек со всего Приворского федерального округа, а также гости из Китая, Германии и Швейцарии. Чтобы показать участникам, что у них есть все шансы воплотить свои проекты в жизнь, организаторы делают ход конем. Мы приглашаем сюда тех людей, которые участвовали в молодежном форуме и уже сегодня готовы представить, что у них получилось после реализации тех проектов, которые были рождены на этой земле. Чтобы показать молодым людям, что все, что они делают, не уходят в песок. Они поддержаны полномочным представителям президента, они поддержаны губернаторами соответствующих территорий, они поддержаны административно, финансово. Иволга проходит в Самарской области третий год подряд и с каждым разом расширяет географию. Сегодня это международная молодежная площадка. Осмотрев лагерь, в котором 10 дней будут жить участники, областные и федеральные ревизоры пришли к выводу. Готовность Иволги, вот всей базы, которая здесь развернута, гораздо лучше, чем предыдущие два года. И надеемся, что все задачи, которые мы ставим, все цели, которые мы планируем реализовать, они будут реализованы с хорошим качеством. В этом году в едином творческом порыве Иволга объединяет 9 смен. В одной из них «Малая Родина. Большие возможности» примут участие жители сельских районов. Также право проявить себя получат и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Участников ждут День спорта, акция «Бессмертный полк», а также множество тематических площадок и аттракционов. Здесь возможность общаться, и человеческое общение, профессиональное общение, творческое общение. для молодежи, которые завтра воплощают в жизнь новые технологии, станут депутатами, руководителями органов власти. И, конечно, вот эта школа, это общение, это творческое участие, не только со своими сверстниками и коллегами из разных регионов, но и из других стран, даст очень многое. Авторы лучших проектов, как и в прошлые годы, получат финансовую поддержку своих идей. Общегрантовый фонд в этом году составит 11 миллионов рублей. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.